ребята всем доброе утро миланка с утра сегодня еще кстати со вчерашнего дня очень просит чтобы мы принесли ей домик мы его убрали в подвал потому что он большой картонный домик милан только для начала нужно здесь убрать потому что если хочешь чтобы его сюда поставили то игрушечки надо сложить давай все прибирай и папа пошел за домиком давай я тебе помогу просто все по местам нужно разложить кстати мы сейчас хотим сейчас милана будет чуть-чуть играться а мы быстренько собираемся в общем хотим поехать поменять кофточку давай я уберу наверх нет а вот это не надо это оставь этих я уберу у нас такие маленькие фигурки и поняши и в общем разные стоят на полочке в общем кофточку которую мы вчера купили миланки в ченден скорее всего пойдем я не знаю хочу взять милану да и пойдем попробуем померить что там намного ли она больше потому что мне кажется это вообще ну прям вот спритык она и как бы хорошо но прям спритык пойдем померим в лике сегодня еще бассейн давай давай милаш в общем хотим сейчас быстро собраться и поехать попробовать поменять не то что попроет поменять то можно в любом случае хоть вернуть я имею ввиду померить посмотреть насколько она будет большая или нет если очень большая то наверно оставим тот размер который вчера купили ладно миланка тут на вот порядок сейчас будем устанавливать здесь миланом картонный домик мы собираемся ну кто кто в домике зовет дверь сколько у тебя тут окон и двери ничего себе здесь смотрите наступка лякали маленькой в общем такой домик так мы собираемся сейчас милаш пойдем одеваться быстро съедим очень дым померим вы краска рисовали ну круто красиво сейчас решим вопрос кофточка и обратно домой может объем именно у икеи всегда и проблема с местом ваша на обе пожалуйста ставь паркуйся сколько хочешь здесь же сюда надо пройдем да нет это уж конечно тоже лень вашим ленера принцип должны подъезжать на машине да уж конечно это каждый причем думать потому что посмотрите именно поэтому там два ряда а здесь а здесь посмотрите вообще пусто мест много выбирай любое здесь не припаркуйся все все вот там вот забито мест нет свободных мы поднимаемся через икея как ты говоришь ходить мы не будем просто пойдем поменяем и все а нужно салфетки нужны какие салфетки обыкновенный поиск там народа по очередь потом стоять может быть власть не нужно пойдем давай мне ручку а на ручку нет а тут взрослая нам надо с тобой в детский отдел где детские вещи а здесь да все взрослая не милаш нам сюда по моему не по размерчику давай вешай пойдем дальше не мерить 68 вот такая вот есть 5 6 мне тут они нравятся давай милаш померим пальчик вставлять сразу застегивай мне кажется даже сюда брать ну-ка подожди мне вот это не нравится смысл этой кофты я вообще не вижу здесь она тоненькая это именно с начесом под горло а это все нет милаш зачем это просто вот это кофта есть кофту в общем вот эту берем пойдем поменяем она в принципе не прям такая огромная можно и рукавчик если что подвернуть и здесь за счет вот этого пальчика до что-то пальцы вставляешь вот сюда кофта она не спадает рукав не спадает вот и как бы удобно то есть пойдем сейчас милаш поменяем да класс и она тепленькая она с таким на чай сиком маке мамочка мне уже замка до снимал ведь она такая с на чай сиком очень мягенько и она застегивается под горло капюшончик вообще крутая кофточка расстегивай аккуратненько и Продолжение следует... Продолжение следует... Миланка идет на детскую площадку, а мы по делам ходим. Ну как по делам, нам надо... Детки плачут, да? Давай-давай-давай, Милаш. Нам, в общем, нужно там для челленджа купить интересные вещи. На Миланном канале будем снимать. И Миланке интересно на площадке детской, и нам так легче. Я всегда... Я всегда могу сказать, что я всегда бегаю. Конечно, бегаю, что не любишь по магазинам с нами ходить. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем, Милаш, за Ликой заедем. Да, она Киркат сюда любит брать. Сейчас едем за Ликой. А я двумя девочками... Нет, тремя девочками подружилась. Подружилась? Молодец. Одну званька. Там столько детей было сегодня. Одну звань, непонятно. Забыла, да? Другую звали Мия, а другой звали Ксюша. Мия и Ксюша? Да. А другую, третью девочку не запомнила, да, как звать? Я очень сложно имя. Сложно? Я очень сложно таких именем осенни. Да ты что? Там Кочерявенькая. Кочерявенькая? Села пораньше. В смысле? Сложно пораньше. Ты что, ушла в бассейн? Ну, там свободное плавание, я решила, что свободное плавание мне пять минут не нужно, а я лучше раньше уйду. А зачем ты на пять минут? Мне не надо было. Почему? Мне надо было, чтобы в этой... В общем, надо было мне. Милан, это я... Ты что, видео там снимала? Милан, только ставь один батончик. Хорошо. Милан, да. Там просто, если на пять минут позже выйти, то все, там... Это долго слишком ждать, пока они там все выплывут оттуда. Купка, это я тебе купила. Это Мурашила, я на пять минут врачу. Спасибо. Спасибо. Как вы поплавали? Нормально, давно интереснее. Сколько вас было сегодня? На дорожке много плавало? Есть, есть. На моей дорожке четыре человека плавало. Немного, да? Угу. Ну, ничего так поплавалось. Нормально. Нормально. Мы пришли домой. Сейчас тут разбираю сумку. И взяли мы вот орехи в Экия. Миндаль. И сейчас хочу... Давай, по-моему, насыплю. ...в банку высыпать орехи. Орехи мои любимые. Куша, ты ручки помыла? Да. Да? Молодец. Пироженки взяли с вишней. О, хорошо. А то я думала, сейчас мы больше возьмем банки и ехать. Нет, это профессионально. Ну да. Глаз-алмаз. Да, и вот как раз классно в ванночке. Ты закрывай. Закрывай. Не закрывай, Милаш, покушай орешки. Так, к нам снять, у тебя Лена с Даной в гости придут. Салфетки. Вот такие сюда салфетки беру. Мне они нравятся. Они двухслойные. Йогурт взяли с клубникой, с вишней. Милашка, будешь еще с йогурт? Нет. С манго. И это с чем? И тоже с вишней. Вот такой йогурт еще взяли. Это с манго, но немного другой вкус. Здесь манго-апельсин. Манго-апельсин. Давай, Милаш, выкладывай, помогай мне. Доставай вот этот слез пакетика еще. Давай я орешки подвину сюда, чтобы банку ты не перевернула. Так, пакет сразу убираем. Смотрите, какая вкус. Масло сливочное взяли. Закончилось уже. Крабовые палочки. Я не люблю крабовые палочки. Что, мам, Милаш? Не знаю. Я вкусно. Кефир. Сколько ходим в магазин, всегда забывай про кефир. Берем сюда Пискаревский. Здравствуйте, я пришла. Здравствуй, Ликочка, здравствуй. Здравствуйте. Так. О-о-о. Фанта. Я понимаю. Чик-чик. Это для челленджа. А-а-а. Так, сыр. Сыр. Я, кстати, в Айке, я не знаю, сегодня только или несколько дней это будет на весь сыр 30%. Взяли с улугуни. Это как будто бы вата. А, точно, как сладковато, да. Так, буду снять что-то, я не знаю, что готовить. Не имею в виду. Ну, что-то буду. Первое, да. Вообщем, грудку куриную взяли. Ой. Приклеились пакеты. Капусту. И макароны, макароны. Такая форма. Обычные макароны. Это про форму вижу. И вот такие вот. Такие? Перья, да. Ну, вот, в принципе, и все. Лука, кушай орешки. Лука, будь, кушай орешки. Так, в общем, сейчас все убираем. И сейчас на Миланкин канал будем снимать. Челлендж пранк. Челлендж. Почему пранк? Нет, я вражу, значит, пранк. Но почему на Фанте написано пранк? Не знаю. Может, это прикол? Открываешь, а там... Но мы сейчас открывать не будем. Закрыть. Знаете, что? Вы скакиваете от акула? Вы скакиваете от акула? Меньше килокалорий... Ой. В Кока-Коле. Нет, Фанта. Фанта черная. А, ну, новинка, которую ты покупала. Меньше килокалорий, нежели вот в этой Фанте. Угу. В этой Фанте... А, ну, потому что там, это, без сахара она. Там такого не написано. Написано, по-моему, без сахара. Нет. У меня написано меньше сахара. Угу. Здесь 83 килокалории в 250 миллилитрах, а там было 50 килокалорий. Я недавно еще перебрала весь свой гардероб и кое-какие у меня вещи, которые я понимаю, что я одевать не буду уже носить. Вот такая вот, смотрите, футболочка. Ну, знаете, сделана вот как будто бы майка, но футболка. Сзади вот так сделана. Сейчас покажу поближе. Раньше я ее обожала. Но сейчас что-то она мне уже поднадоела, скажем так. То есть я понимаю, что я ее уже носить не буду. Лене сейчас покажу. Если она захочет, то возьмет. Я не заставляю. Просто вещь есть хорошая. Это турецкая футболочка. Сколько она уже у меня. И посмотрите, она вообще как новая. Кстати, смотрю, вот здесь ниточка разошлась. Ну, это можно зашить, в принципе. А так вот она вообще в идеальном состоянии. Вот. В общем, вот эту футболочку сейчас, если я не покажу, захочет. Пусть берет джинсы серые. Потом вот эта кофта. Тоже еще мы в Турцию, когда ездили, как-то попривозила много вещей. И вот уже я точно вот это носить не буду. В общем, вот такой вот свитер. Здесь такой широкий, очень широкий, теплый такой воротник. Я этот свитер, наверное, раза три одела. Он вообще практически новый. Рукава короткие. Снизу тоже такая вот широкая резинка. Ну, в принципе, кстати, сейчас модно вот эти вот летучие мыши, рукава. Вот. Пусть посмотрит, тоже сейчас примерит. Если захочет, возьмет. И вот такой вот тоже свитер. Тоже такой воротник. Тут достаточно длинный. Он спускается. Вот такой рукав. Здесь такие как типа пуговички. Они обтянуты тканью. Ну, в общем, так красивый такой интересный рукав. И цвет такой чернильный, очень красивый этого свитера. Кофты, не знаю, что это. Ну, и вот так вот выглядит это. Тоже Лина примерит. Но я уверена, что ей вот эти два свитера точно понравятся, точно возьмет. Ну, может, она фиолетовая выглядит, не точно. Ну, как бы, не знаю. Еще там Данки подобрали тоже. А кое-какие кофточки, что Лики уже мало. Но Дане будет в самый раз. Да, она на год младше Лики. И на год же? На год. Подожди, Дане вот будет 15. На год. Ну, на полтора, в общем. На год по возрасту, на два по классу. Ну, да. Ну, и похудее, конечно, Лики. Да, она. Поэтому, если Лики какие-то вещи маленькие, мы в основном хорошие такие вещи отдаем. Данке, Данке в самый раз. Вот. Так что сейчас они придут. Все, мы сейчас дадим примерить. Что захотят, то заберут. Так что мы периодически делаем уборочку в своем шкафу. Лика в своем, я в своем. И вот вещи отдаем. Потому что есть вещи прям такие хорошие, практически новые. И, конечно, жалко такие вещи выкидывать. Хорошо, что есть кому отдать. Да, Лика? Да. А Миланкины вещи тоже очень хорошие. Вот мы маленькие вещи вот до годика все перебирали. И у нас у родственников Ляля родилась. И мы вот как раз им все подавали. Игрушки перебирали, подавали. Нужно будет еще вещи тоже перебирать. И, может быть, что-то тоже подавать. В Косте съездим и как раз отдадим. Данка, показывай свои копцы. Мне Дана сделала маникюр. Только я говорю, не слишком ярко ли для школы? Лена, это же не гель-лак, да? Это просто лак? Просто, да. Да с таким рисуночком Лена сделала. Вот эти два пальца золотые. Стероса. Сейчас ты делаешь? Это тот же маникюр или ты новый сделал? А, тот же сделал. Кажется, такой темный. Ты сейчас просто сделала, тебя два ногтя были. С утилизолотым, два ногтя розового. Все пьем кофе. Ну что? Лена, в общем, говорит, сотру я. Зачем? Ты только сегодня сделала? Да, только сейчас. Ну зачем стирать? Один день пусть придет, хоть покажет. Ты фоткайся. А может быть не разрешат? Мне тогда она говорит, девочка вообще с черным ходит. Ну нормально. У Лики тоже, да, Лика? У меня спокойно. У нас вообще, ну, я не знаю, может где-то обращать. Мне кажется, сейчас уже не так это. Ну вот у нас в садике обращают внимание. Ну, знаешь, в садик и школа. Разница большая. У нас запустима. Ну вот лично у меня, наверное, с класса шестого вообще никто не обращает. У нас и с темно-синими, и с черными, и с бордовыми, и с коричневыми мы ходили нормально. Очень сложно. Нам не разрешали. У меня в садике нельзя макет убрать. Макетюр? Единственное, у нас в школе нельзя красить яркой помадой. У нас вот одна девочка накрасила, дело заставили убрать помаду. Сделала поздратимую. А что значит ярко? У всех понятие растяжимое. Ярко-розово, ярко-красно, алло. Вот у нее была алло. Даже ярко-розово? Ярко-розово такая прям фукси, малиновая. Но у девочки была алла такая помада. Не разрешает, да? Выставили. Ну, кто-то разрешил по географии, чтительно сказал, выйди из кабинета и вытрисывай помаду. Ну, допустим, мне кажется, вот я у вас видела, у девчонок в классе и с черным маникюром, и с красным ходят. Никто не запрещает этот маникюр, очень не смотрят. Я обижался и советую. Тем более, в основном, сейчас все гей-лак уже. Они же не застать тебя? Ага. Пойти убрать, снять его, конечно. Ну, может, начально классно смотрят, но сейчас не смотрят. Дана, а у вас гей-лаки делают, девчонки? Да, я особо не обращала внимания. Ну, а с каким макетюром ходят? Макетюром. Ну, темный? Ну, кто как. Ну, ходят, да, с темным? Ну, да. А темный это какой, черный или темный это красный? Ну, черный, темный. Ну, честно, я никогда не понимала, как можно сделать черный маникюр. Да вот так. Просто черный, без рисунков. Ну, он был черный, другой, без белого, но там рисунок был. Ну, значит, Линя, чего ты переживаешь, если с черным ходишь? Тут красный всего лишь. А это всего лишь красный. Розовый. Красно-розовый. Так что все нормально. Да, она завтра пойдет, всех удивляет. Все шикарно. Опоздай специально, потому что как? Тук-тук-тук. У меня маникюр высыхает. Можно войти в кабинет? Я сейчас войду. Сейчас, подождите, не ведите урок. Уже вхожу. Уже вхожу. Я вхожу. Ой, откройте двери. Это сейчас путь. Она как-то красивая маникюр. А у меня еще и педикюр красный. Когда она предлагала мне педикюр, говорит, я приду без носков. Сказала, вот так. О, босоножка. Так, валяться. А вот нас в садике поругали. Я Миланке как-то сделала маникюр. Миланку поругали. Хотя я не понимаю, почему в детском садике нельзя маникюр. Это же дети. Ну, знаешь, я насколько знаю, раньше и в школе нельзя было. Я вообще маникюр. Ну, не знаю. А еще сережки нельзя было, помнишь? Нет, я такое не помню. Хочу как раз снимать сережки. Ничего себе. После школы. Ничего себе. Такой не помню вообще. Ну, аж тебе. У меня их не было, значит. Я поздно. Мне поздно прокололи уши. Ну, не так вот, как сейчас. В основном, там в 3-4 годика. Как гвоздики разрешали, чтобы прям так носить. Ну, у меня гвоздики в классе восьмом появились. Ну, я поздно проколола уши. Подожди, Милан, она пьет кофе, уже выпила. Не крепкие? Не, нормально. Не перемешала. А где твоя резинка, Милаш? Не перемешала. Сахар не перемешала. У тебя? Я вообще без сахара. Кофе без сахара? Он говорит, мне кажется, что-то не сладкое. А сейчас знаешь, какой сладкий будет? Вот даешь. На этом наш вовсе не подходит к концу. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем до завтра. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok